Все рассказал, все объяснил. Давайте вернемся в доту и посмотрим, на что команды сейчас пикнут. По сути, сейчас все зависит от матча, захотят они выиграть или проиграть. Если выиграют, то мы ожидаем еще одну игру как... А, нет, все, это как максимум. Это мы ожидаем еще одну игру и тогда просто идем смотреть последнюю катку. А если они сейчас проигрывают, то просто 3-1, Just One Team просто вырывают их и идут просто получать свои 5000 рублей. Ну что ж, Украина сейчас в тяжелом положении, так что ошибаться нельзя. И давайте вернемся в доту и посмотрим, что уже зашло по пикам. По пикам у нас Дезераптор Феникс Сларк у матча и у Just One Team Леон Лайфстиллер и Сайленсер. Ошибок нельзя допускать, Сларк показался в прошлой игре просто превосходно. В группе ВК Мем Студио вы можете посмотреть скриншоты, да. И записи, конечно же, на Ютубе вы тоже можете посмотреть. И что же, в третьей игре наконец-таки у Маджи за камбэч или долго мы ждали этого камбэка, да. Все-таки ребята должны были попытаться за камбэчить у Маджи. Не должно это было закончиться 3-0, но в данный момент пока что 2-1. Укрыться нельзя, да, еще раз повторюсь ошибаться. И это заходит Сларк, на котором Пеппер прекрасно отыграл. И сейчас он должен тоже отыграть на все 100%. Так, в бане Doom, Enchantress, Screen of Pain, Inwalker, Лич, Войт, Лансер и Алхимик. Но хорошо то, что он уже зашел в бан Алхимик. Уже не будет перефарма, да, многого. Но и то его забанили не Just One Team, а именно Just One Team. Ну что ж, здесь заходит еще четвертый пикап Тайтхантер. Это будет у нас Тайтхантер Соло Лейн. Феникс это будет Саппорт, который так больно разваливал, да, на их катке. Все же они проиграли, но Феникс просто делал свое грязное дело и просто выигрывал игру. Ну, там чуть-чуть не хватило, да, дотянуть играть. Итак, пока картиночка у Маджи Дизраптор, Феникс, Ларка, Тайтхантер. У Сил Just One Team, Лион Лайстиллер, Сайленсер, Клинкс. Смотрите-ка, заходит у нас Сайленсер. Уже тоже встретили во второй игре, да. В первой игре Сайленсер зашел у Маджи. Они показали просто офигительную игру на этом персонаже. И умеют на нем играть. Но сейчас посмотрим, как будут играть на нем Just One Team. А так заходит Зюфс у нас. Это Сайленсер будет Саппорт, Лион тоже Саппорт. А что это? Клинкс, Солейн, похоже, Лайфстиллер. У нас идет Визи Лайн парамит, Зюфс у нас будет оставить Миддл. А Миддл против кого? Сейчас остается Ласт Пик для Умаджи. И посмотрим, кто же это будет. Пока что Сларк, Феникс, Дизраптор отправляются в Триплу. Тайтхантер отправится в Хард Лайн. Так, Дарксир, кстати, с Темплера Сассина отправляются также в Бам. И Ласт Пик. Сейчас посмотреть. Надеюсь, никаких лагов у нас Тим не будет. На то я уже видел сейчас у меня релок носа, сам ОБС. Окей. Смотрел я в чате, опять же, да, там болельщики за матч, пришли, ребята. Вот. И я прочитал такое одно сообщение. В Линд Рейнджер сходит Ласт Пиком. Тоже неплохо, тоже хорошо. И что ж, в чате зашел такой вопросик, мол, сейчас захочется Керчистикап, что будем делать? А, мы сейчас на бразильскую доту переходим, ребята. Мы закончили контракт, скажем так, да. И теперь комментируем бразильскую доту. И первая катка у нас будет сегодня в 2 часа ночи. Будем ждать всех. Приходите все. По московскому времени, да, в 2 часа ночи. Просто-напросто. Это будет интересно. Как минимум. Посмотрите на... Сейчас, секунду. Посмотреть на бразильскую доту, мне кажется, будет интересно всем. Так что, ну, 2 часа ночи, все-таки это будет поздно. Но, кто сможет, конечно, те заваливайтесь, те, в первую очередь, приходите, поддержите меня. Я буду... Там один российский экспериментатор, и там куча других, по-моему, живут, если я не ошибаюсь. Вот. А еще хочу сказать то, что... Там этот турнир знаменит как... То, что команды там играют Pain Gaming и Not Today. Ну, я надеюсь, хоть кому-либо известно. Эти команды. Но легендарды, они везде светились, по-моему, на любом турнире их можно было увидеть. На Бьензаммите и на остальных. Они из разряда Старсерии, наверное. Может, чуть-чуть там слабее. Так, мы ожидаем пока что. Такая релогница, хотя вроде уже все здесь. Ну, действительно, у нас начало 19.00 было. Вообще-то, чуть-чуть, да? Сейчас уже почти без 28.00 у нас. Напишет, мы готовы. И мы начинаем, наверное, да? Итак. Стартуем. Зона 51 у нас на Сларк... Эх, что? А, Пеппер. Пеппер. В смысле, Зона 51? Это что? Это, наверное... Это рекламка, что ли? Ладно, не суть. Давайте. У нас у Маджи. Кто на ком? Юа у нас на Дезераптере. Пеппер на Сларке. К-7 у нас на Фениксе. Стеллмейт у нас на Тейтхантере. И Стоунер у нас на Виндрэнджер. Здесь у нас Just One Team. Илюша на Клинзе. Мелки Вэй на Лайфстилере. Денчик на Сайлентере. Анистариан. Это самый сложный ник, наверное. На Зювсе. И у нас остается... Леха. Леха на Леоне у нас. Все отлично. Все превосходно. Итак, остается буквально 30 секунд. И мы будем начинать. Ага, у нас Лайфстилер почему-то отмечился. Подождем. На Сейлере вроде как Люксембург. Я не знаю почему. Какие-то проблемы. Пока что в ожидании. Лайфстилера. Можно посмотреть пока что по закупам. По закупам у нас... Что это будет? Это будет какая-то масочка по фасту. Зачем она тебе? Неясненько. Ну, посмотрим, посмотрим. Раптор. Раптор. Хорошо. Надеюсь, стрим не лагает. Я все починил. Все должно быть окей. Вчера вроде бы жалоб не было. Все говорили, что все превосходно. И все окей. Так. У нас смоки у Феникса. Тоже хорошо. А, кстати, не решил проблему с тем, что... Почему это, да, там, у меня ОБС сам решает, когда выключаться. И такое... Понятно. Ну, надо как-то решать в любом случае эту проблему. А вот как это сделать? Пока не ясно для меня. Нужно просто переустановить этот ОБС. Ну, попытаться хотя бы хоть что-то сделать. Настолько уже менять точно не буду, потому что я долго их настраивал. Нет, спасибо, нет. Смотрите-ка, никто не заходит из вражеских... Точнее, ребят, хорошо, давайте у матча, начинай. Не заходит по вражеский лес, да? Я решил крутить такую китайскую доту, китайский лес. Такой, более приятный, наверное, комментировать уже. Такой. Смотрим сейчас. Битва начинается. Здесь, и твои руны, у нас жидопла стоит за чем-то, сайленсер с лайфстиллером, да? Здесь у нас забрали руны, здесь у нас дюд, здесь у нас эндриджер. То есть, все стандартно. А дали мейдерам, и все окей. Сейчас будут убежать по своим лайнам. Еще сайленсер накидает по лицу дизграфтера. Зачем, а он, по-моему, варлес. Нет, ничего он не сделал. Кстати, уже с новой музыкой сижу с интернешнл. Оцените ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Здесь у нас все. А, здесь хотели сделать фб на Зюхсе. Здесь, конечно, дизграфтер уходит на ЛО-ХП. Как всегда, подставился почему-то. Не понятно зачем. А где он вверх? А, первый скил. Арком, наверное, Зюхс его надамажил. Да, я не первый. Тот, кто купил. Вот, варлеский такой вот интересный. Тоже дается в подарочек, ребят, вам. Так что покупайте. Вполне адекватная штучка. Еще куча загрузочных экранов тоже дается. Ну, и... Новая интерфейс карта, насколько я помню. Да, ну вот я сейчас с ним сижу. Это погодные условия. Это старое какое-то, я не помню. Погодные условия новые дается, да. Ну, там треш какой-то. Это не напоминает почему-то в Рейс Кинга. Сразу же погодные условия. Ну что ж, у нас это трипла в харде. Сларк, Дизраптор и Феникс. Клинкс. Он получает он по лицу, конечно. Как он называется? Страйка. Страйка в лицо. Он ловит этот Клинкс. Вот я замечал то, что Стонер играет уже много раз за Умаджи. Почему у него написано замена? У него ни в коем случае не замена. Мне кажется, он уже в официальном, не? В официальном составе. Ну, здесь не в фарме. Это, опять же, в хардлейне. Здесь будут забивать Клинксду, как я понимаю, фарм, да. Сларка там тоже не очень фармится. Зато у нас здесь стоит Хантер, где-то в Изи Лейн. Что-то намутили у нас интересное обе команды. Здесь отправили в хардлейн ребят. Точнее, Сларка. Не знаю. Они хотят, типа, агрессивную 3+, Фениксом и с Дизраптором, похоже. А здесь лайфстилеру отправили в соло. Давно я не видел такого. Ну, но не надеются, наверное, на рейдж его. Типа, подцепить будет сложно, действительно, под рейджем. Естественно, виндренджер. Ай, куча демэджа. Есть болт, лови, еще парочку тычек. Но здесь куча отхила от виндренджер. Ну, зачем ты на развороте? У него есть виндран, болт, лови. Ну, и на виндран не нужно уходить. Феникс делает ТП, начинает бить в лицо сайленсера, сайленсер, пол хп сейчас собьется. Боже, как больно. Ну, отходи. Тут нужно просто отойти. Феникс, Феникс, он наглеет. Смотрите-ка, ну, и сайленсер, здесь ничего остается, как кроме ТП. И, тем более, еще по воршотам, кстати, не попадают на виндренджер. Ну, и все, ребята, просто разошлись. Попугалим немножечко мидеров. Феникс стянулся, зато стянули Феникс. Здесь есть баунс, просветка. Просветки нет, так что смысл врываться я вообще не вижу. Ну, ворвались, зато сбили немножечко хп этому клинцу. Здесь лайстиллер. А, я так понимаю, сайленсер, да, я помню, здесь сайленсер стоял, отпугивал Тайтхантера. Ого, куча стаков. Приятно, сейчас будет тайду. А Тводик еще и правильно сделал. Превосходно. Превосходная игра Тайтхантера. Ну, и лайстиллер, это, конечно, дело замечает и говорит, мол, нет, нет, нет. Я тоже хочу поделить со мной. Здесь фласочка готовится для виндренджера ехать. Надо уже прямо сейчас апать Курьера пока еще рано, да? Ну, здесь более как-то приятно Зевсу стоит, согласитесь. Здесь, конечно же, он откидывает ПКД своими скиллами. У него, конечно, ботла нет, и поворшотами виндренджера не попадает. Да, здесь неприятно. Клинкс. Клинкс откидывает потихонечку Феникса. Отпугивает он действительно. Баунс есть. Подлавливает Леона. Здесь Сларк очень сильно проседает. То есть, в то же время и кила от Феникса. Найс. Еще тычечка, тычечка долетает. Сларка тоже разменяли. Сларка на Леона. Размен неравный. Здесь еще могут попытаться на Дизраптера залететь. Дизраптера в страйк-то откинет, а ману Клинкса нету. И как бы на развороте тоже уже смысла драться с ними нет. Ну, и просто нужно отойти. Просто нужно забыть. Разменяли Леона. Разменяли Сларка. Неприятно для Умы, наверное, здесь оказаться в таком положении. Сюда Леон стягивается и могут сейчас убивать Тайдуху. При том, что у него маны нету и половина ХП. Ну, вспугивает, как я понимаю. Леон готов врываться. Отлично. Ну, и здесь, скорее всего, ким на Тайдухе есть МПЛ. И лайфстиллер здесь раздамажен. Тычечка должна долетать в любом случае. Ну, тут долетает от Леона. Ну, суть не важна. Все-таки early game. Здесь нужно килы хотя бы вообще делать. Ну, и добивают. Добивают. Зато Клинца здесь тянули и отправили его хилиться на фонтан. Ну, и Сларк здесь сейчас получит X4. Есть шанс поформить крипов. Как-то я не знаю, на что они надеялись. Если здесь Сларк не фармит, а там выфармливается олайн лайфстиллер. Про то, что здесь дабла вообще. Да. Леон сюда, сюда периодически Леон стягивается. Сюда периодически стягивается с Айленсер. Отвод есть. А кто я делал стаки? Я не видел. Тому Саленсер делал стаки. Ну, точно-точно-точно, я не скажу. Я просто не заметил этого момента. У нас здесь Финдриджер продолжает отстаивать мид против Зювса. Шестой левел уже практически есть у нее. Ну, побольше у нее будет XP. Вот он же, шестой есть. Фокус Фаер появился. Пока нападать не на кого они собираются, обе команды. Пока что просто отдыхают. Готовятся перед буйной встречей, наверное. Ну, пока отдыхают. Но все-таки JustFanty не чувствует себя здесь поувереннее, потому что две карты за ними. Если они даже сейчас проиграют, они пойдут еще одну играть. А вот у Маджи нужно быть поаккуратнее и играть на все 100%. Иначе одна ошибка может стоить им просто-напросто игры. Здесь поехали убивать. Нет, здесь Лайфстиллер. У нас выфармливают стаки. Тайдхантер тоже хочет попытаться забрать их. Натисля, в общем, у Лиз шестой он получает этих стаков. Отлично. Натис Лайфстиллер не продамажит, а вот здесь Венчер Смэш. И Кракеншел вряд ли он пробьет. Тем более, что еще он здесь стоит соло. Здесь кого? Хотели догнать Дизраптора. Дизраптора. Сейчас нужно давать МПЛ. Хекс Кадет. Зювс. Зювс есть верхняя. Отлично. Еще и ульт. Дизраптор Саверн на 15 секунд. Но зато расставались, расставались. При том, что еще Дзевс потратил кучу манэ. Леон дал Хекс, дал МПЛ. Ну что, забрали саппорта. Сейчас это даже очень хорошо. 263 голды не получили. Так, сейчас по графикам посмотрим. Да, у нас начинает трегировать Just One Team. 1500 по голде и 1000 по XP. Беларусы впереди. Ничего здесь сказать нельзя. Здесь продолжается экшон. Тайтхантер будет драться против Лайфстилера. Но драка не разная. Поэтому еще и Тайтхантер просто без маны стоит. Если сейчас Лайфстилер просто нам просто заагрессирует, то он спокойно сможет убить его без всяких проблем. Я думаю, Сларка здесь забили. Здесь у нас экшон. Разменили Сларка на Клинкса. Хороший, в принципе, неплохой размен. Нужно уходить к Фениксу. Еще попытаться. Нужно уйти Дизраптор. Дизраптора не отпустят. Поэтому отправляют его в Таверну тоже на 20 секунд. Разменяли Сларк 4-го левела на Клинкса. Вот то, что Сларк здесь не зафармливает, это очень большая проблема. Нужно сейчас у манча что-то с этим делать. Но есть Миндренджер. Миндренджер по Крепсату не все более-менее. 34. Есть Шейкл Шот. Фокус Файр. Пошла. Хорошо. Но здесь не хватит дэмэджа. Поэтому и Повершот еще мимо. Но и смысл добивать здесь я не вижу. Еще и верхняя от Зевса. Зевс на фуллмане. Будет ли что-то делать? Сефт и паутов нету. И на этом просто отойдет, да? Ну и опять же Повершот мимо. А на разворот сейчас что-то развалит. Ульт будет через несколько секунд. А еще можно было бы дать первый и добить ультом, мне кажется. Здесь, наверное, побоялся чего-то. Проблема, да, стоит Тайтхантеру против Лайфстилера. Я здесь полностью с ним согласен. Но он еще и без маны, без всего. Попытается, точнее, пытается выформить фаст Блинк Даггер. Посмотрим, в чем это закончится. Видел катку сейчас Тайтхантер. Недавно, да? Где-то на Дота Лаунже, по-моему. Это была Стар Серия, если я не ошибаюсь. Но Лайфстилер пошел. Смотрите, уже просто наглеет. Заходит он под Т. Спокойно нагибает Тайтхантера. А Тайтхантеру что делать? У него маны нету. Вот тут сейчас мало мана появилось. Здесь Девса забирают. А здесь, что здесь Девса, забыл. Как-то моментально. Здесь разобрали. Саленсер на развороте. Фокус Фаер готов. Он все сломает лицо. Саленсеру. Виндрэнджер. Нужно пару тычек. Найсгейм. Теперь нужно бежать, иначе провалишься сейчас от иллюзий. Но иллюзия практически не дамажутся. Сюда, конечно, стягивается Тайтхантер. А может, лучше... Ну, что ты делаешь? А может, лучше... Зачем на это снова? А, нахучный трамп. Ну, 30 с чем-то секунд. Не думаю то, что... Нет. Это надоело на Лолова Лоха не на восьмом. 30 с чем-то секунд. Мне кажется, ты можешь выстрелить и бежал до этого. Не, ну я видел так делать. Это не мисс, не мисс плей. Это спокойная острота. Только это делается не на восьмом лавре, когда на 34 секунды тебя в таверну отправляют. Нет, ни в коем случае. Дизраптор у нас пока постоит мидл, получит экспу. Ему нужно статик шторм получить. И старт стягивается пока что по фарме и тизиотейн. Точнее, получить экспу здесь более спокойно. Но сюда хотя стягивается сайленсер. Вырубливает себе путь, так скажем, к сларку. И нужно убить. Но здесь шадоу-дэнса нет. И нужно просто аккрестировать. Есть сайф ТП от феникса. Зерно. Зерно у него нет. Здесь килл. Сайленсер нужно на паунте бежать. А, и сайленсер уже расхастовался. Сайленсер сейчас убьют еще. И феникса можно прихватить. И феникса прихватили. Это минус 2. В исполнении жастбантим. Что-то у маджи просто дают. Сейчас скатку. Какие-то проблемы у них. Но есть виндриджер. Не забываем про эту даму, которая здесь более-менее чувствует себя уверенно. Возвращают на кинетик с вилде сайленсера. Но сайленсер сейчас тоже выглядит здесь более ужасающе. И такой парень лучше не спорит, да? А, слишком страшно. Сюда залетают на Тайтхантера. А почему вы не реализуете рэвидж? Ребята, у вас сейчас рэвидж даже в одного можно тратить. Я не знаю, почему у маджи такая пассивная игра. И вот тем более еще и забирают виндриджеры. Вот теперь надежда команды Умаджи тоже отправляется в таверну. Но на 3 тысячи пока что остают у нас украинцы. Возможно будут догонять. А возможно и просто-напросто не смогут догнать. Посмотрим. Мы на это прекрасно посмотрим сейчас в их игре. В дальнейшей, да? Сейчас пока 10 минута. Собирает он Мекку. Как я понимаю, у нас Тайтхантер не решился вам собрать Глингдаггер. Он просто купился Арканцы. Здесь поехали убивать сайленсера. Сайленсер. А на кого он загрессил? На кого просто решили убить. Есть Трайк, который работает по сайленсеру и очень больно. Но появился шестой. Есть Глобал. Глобал виндриджер приходит. А Вижен нужно как-то ловить. А Вижена нет. И опять же поваршот мимо. Почему у нас виндриджер так промахивается поваршотами? Лол. Не знаю. Если ты хотела бы сюда стрельнуть, надо было вот тогда вот эта вот лучшая позиция. То есть спокойно встать и вот так вот стрельнуть. Ну верно? Верно. Но опять же не прочитала игру. Сюда сайленсер зашел. Спокойно сделал ТП. Тем самым подцейк себя. Вот он курьер, кстати, который дается из интернашнала. Большая систи. Так вот, да? Вполне адекват. Игрызучат игрит в филде. Сейчас бы здесь дезераптор спокойно развалил. У Зевса ульт нету 10 секунд. Но он бы убил спокойно дезераптора. Ну, когда ульт там на вингренджах. Нужно что-то делать. Нужно реализовать этот ранний реведж от Тайтхантера. Но почему-то никто никуда не хочет ничего реализовать. Сларк. Сларк сберевают. Просто-напросто. Шестой левела у него нету. У Сларка все очень плохо. По общей ценности. Да, Сларк даже не в топе. Просто-напросто. Клинкс здесь выфанивает себе изи-лейн. У него более-менее все в порядке. А Сларк сейчас не сильно. Здесь вроде как поехали убивать. Реведжем не достают. Сплей начинается от Умаджина. Здесь возвращаются. По статик-шторм попадает. У нас Клинкс. Клинкс. На лоу-хп. Начинает убегать. Феникс будет ли как-то цеплять. Но есть... Здесь хорошо. Начинает лучом. Жечь. Боже. Ну тут Страйк. Да. Тут добились. Слишком много дэмэджа влилось в этого парня. И нужно просто отойти сейчас у Маджи. Все-таки проиграли два ульта. Про то, что Реведж был просто в мисс. Ушел. Да. Сларку нужно получить наконец-то к Икспу. И апнуть 6-й левел. Сейчас у него все очень плохо. И чтобы расформиться этому парню. Здесь Зевс находит Тайт Хантера. Тайт Хантер. Да. Тут раскастовался Зевс. И вряд ли уходил этот парень. Здесь надо получать Сларку Икспу. Получать голду. А как это делать пока непонятно. Потому что проблемы у него явные с фармом. Ну и... Что делать? Что поделать? Зевс. Сейчас Виндрейнджер может находить его спокойно. Но здесь нету деревьев. Ни с чем привязывать. Начинает просто долбить его фокус фаера. Наконец-таки попадает по варшотам. И шейкал-шотам привязывается отлично. Просто изи килл для Виндрейнджер. Здесь Зевс, конечно... А почему не было видно? Что он вообще здесь забыло? Ну так уж не суть на нижний парень играет. Теперь отлично. Башню сила Света на центр. Забрали Т1. Здесь у нас пока что Сларк. Сларк у нас фармит. ПТ-шечку мы привезли. Но на Т1-минуте это очень мало Аквилла и ПТ-шечка. У него даже получается... Тайтхантер его перефармливает. Вон, серьезно, стоит. Нужно Мека. Мека нужна. Очень срочно. Даже, даже, вы смотрите. Будут проседать по ХП. Говорят, ума. Собираем, мол, Меку. Даже Блиндагер не говорят ему собирать. А здесь срываться нет смысла. Зерна до зерна. Ну, смотрите, тут просто 50 экспы не хватает. 45 даже. И Т2 даже драться за него нет смысла. У мать это прекрасно понимают. И просто-напросто отдают Т2. Ну, главное, если вы сейчас заходите на работу, там уже и пофайдиться можно. И словить на ошибках... Словите... На ошибках, да. На ошибках, как я правильно говорил. Башню силы тени нанижены. Что-то, кстати, мы противникам. Едесно, приобретает арканы. Будет он в фаста, наверное, вывозить линзу. Все-таки, да. Теперь это линза на Зюфса. Это топ-топ-айтем. То есть, отлично. Заходит. Слайшпиллер фармливает у нас. Это не стаки. Просто спот уфармливает. И, да, это линза для Зюфса. Нужны арканы теперь в любом случае. Ультился много. Мога слишком раскастовывается. Так что... Я не знаю, что сейчас делать у Маджи. Может, стоит им как-то где-нибудь забиться под рампой. Там, подождать, подсейвить себя. Но сейчас они будут пушировать Тауэрэйд. Джастан Тим. Они понимают то, что они давят. Джастан Тим просто не... У Маджи просто-напросто не могут их задефать, да. Хотя, если все реализовать, то, что делают эти ребята, это вполне все у них получится. Что по XP у нас? По XP... По голде это 5000 плюс. И по XP чуть-чуть проседает. Ребята, Шикалшо там привязывает у нас лайстилера, но Виндрейджер 2-ми неравня. Подловили клинкзапа. Еще из таких шторм. Но здесь по дрейджам лайстилер. Находите добычу, увидите, дизераптора. Просто на развороте начинает бежать. А сейчас будет... Ай-яй-яй, какой пациент от Саленсера? А ей не дадут... Не дадут просто заязать реведж. И Сарк зачем сюда приходит? Тебя сейчас развернули. За секунду не хватает. Без Шадоу Дэнса. Маны, точнее, на него унулась. Фидорочка субьют. И нет, не убили. Тычечки остаются. Буквально. Феникс, куда ты идешь. А на развороте Виндрейджер уже просто не пробивал... Нет, пробил. А он сейчас все делает трипл килл. И на развороте Зевс ее здесь накажет. Ну, 4-4 разменялись. При том, что еще Сарк влез сюда без Жадоу Дэнса. И Тайтхантер не дал реведж. Но здесь можно было легко подцепить. Но тут под сейф от Саленсера жесткий был в виде Глобала. Это nice game. Но Клингса здесь тоже потратили у него статик-шторм. То есть ульты влетели сейчас в одного, можно скажем так, от Дезераптора. Но это был правильный ульт. И не было зерна от Феникса. Но он получил с этого файта 6-й левел. Как раз таки по левелам. По левелам Феникс, да, самый низкий. Ух ты, даже уже здесь саппорта. Леон восьмой. Саленсер восьмой. А если по общей ценности посмотреть, то Сарк у нас более уверенно уже выглядит. Ну, уже хотя бы перефармил саппортов. Перефармил и хардлейн свой. Здесь Клингс 5700. Ну, Сарку что-то нужно делать в любом случае. Если он ворвался без Шадоу Дэнса, на что он надеялся, непонятно. Вот здесь подловят у нас Леона. Да, здесь он уже вряд ли чем-нибудь откинется. Здесь приходится Феникс. Хотя еще нет, потому что там промахивается. Нужно добивать. Как-то такие хилди возвращают. На Глимсе, извиняюсь. На Глимсе. Ну, что правильно делается. Здесь еще хаотит у нас Виндрэнджер поймать Зюса. А вот на Виндрэнджер она сейчас спокойно может камбэкнуть игру. При том, что да, они подряды 4х4 и не используя в основные ульты. Там Шадоу Дэнс с Ларка, который подсейвил бы его не было реведжа и не было зерна. Представьте, что было бы, да, с зерном. Ну, возможно, это была какая-то проигра от... Я сбился со смысли. С мысли, извиняюсь. Ну, здесь зато разменял у нас Дезераптора. А в отместку за это просто у манча забирают себе как подарок, как приз Зюса за Дезераптора. Ластилер пытается здесь пушировать. Может, Клинксу тоже нужно пока отойти, нафармить свои айтемки и пушировать Лайн в это время. Можно просто даже здесь пушировать, в то время как 4 здесь парня из его команды будут файтиться, да. Или, возможно, купить Тривала этому Клинксу. Нет, Тривала ему здесь будет и к чему, я не согласен. Ну вот, есть Ластилер, да, и связка Клинкс плюс Ластилер можно, по сути, реализовать. То есть, он вселяется в Клинкс за Клинкс, прям врывается под своим Глотаров в замес, прям внутри, да, замеса. Но, опять же, если будут в центре, Клинкс никуда не ворвется. Ему просто разломают лицо, Ластилер вылетает, лобит сразу же Реведж, если на реакции, то юзает Рейдж. Но, опять же, нужно это все на реакции сделать, правильно, да. Ну, и просто сидеть, долбить по этой кнопке, тогда да, тогда все получится. Тогда зависит уже все от Тейв Каттера, как он на реакции даст Реведж свой. Так, у нас от Сларка будет Шотово Блэйд фармиться, и это очень нужный айтем для этого парня. Иначе будет все плохо у него. Ну, не смотря, да, на уровень команды, у мачи, все равно ребята фармят Шотово Блэйд на Старк. Хоть и, как говорят, Лотар это просто бесполезный айтем. Ну, не знаю, но Сларка, он выглядит еще более нормально, а вот у нас остальных, да. Как-то не очень. Тейт Каттер, наконец-таки, приобретает тебе Мекку. Теперь будет под сейв хоть какой-то, да. Более-менее, ребята сейчас смогут отхиливать. Ну, это Мекка, и все, это единственное будет отхил у команды у мачи. Сларк, ну, все, ну, ему же едет Шотово Блэйд, но тем временем Шотово Блэйд на Изолятор разменивают. Кстати же, Сларк-то долго догнал по экспей, у нас Клинза, Клинза у нас 11, Сларк тоже 11, и теперь стал, а будут делать стаки, а стаки, по-моему, они уже не успели сделать у мачи. И успели. Нет, успели, все верно. Все хорошо. Музыка напоминает из Клинков Лорд, да? Кольцо, нет, кольцо. Как я там забыл? Ладно, я скажу просто Клик-клюк. Ключение Хоббита. Я решила, что-то напоминал. Я просто забыл название, но не суть. Просто музыка реально напоминает. Ну, вы поняли смысл. Не стоит Хантер. Нужно теперь упалить по-любому Блинк Даггер для этого парня. А может подспеть, попробовать Лайфстилера с Этик Шторм, мимо, боже, какие ошибки. А ТП, почему же ТП не делать? Сейчас рейс закончится, и они тебя убьют. Есть Глобал, Клинз разваливает Феникса, и теперь остается 3 драться против Питеры. Сюда стягивается вся команда. Возвращает на Глимсе, а у нас Клинза. Есть Шейкл-шот, привязывают Зюфса. И нужно просто отойти, дождаться Феникса, потому что зерна-то, по сути-то, нету. Можно сказать, дополнительного дэма Джейнзи. Сайленсер начинает пушировать Лейн. Будут заходить на Т1, Джастан Тим. И для них это не будет проблемой, мне кажется. Тем более, что без Феникса смысла драться им нет. И, да, они просто дадут Т1, а вот в Т2 уже есть смысл подраться у Маджи. Это последний Т1, да, который есть у Маджи. И сейчас его просто-напросто взяли и пропушили. Так, у нас Зюз, у нас Зюз с Вэллдов Дискордом. Тоже отличный айтем. Дисларк старку нужно чуть пофармить, дают ему этот шанс. Пусть парень не хочет чуточку дому фармить. Нет, а если здесь Соло точно не заберет Рошана, это я больше чем уверен, что он не вывезет просто-напросто в Соло этого Роша. Ну, смотрите, ну, только идет вот там крампулечка ХП, и при этом уже 4.П Рошана ему снес. Нет, там вряд ли. Ну, здесь сягивается вся команда. Ластильд сейчас зайдет как за танка и немножко отрегенится здесь под рейджем. Не отдается ему мана. Третий, первый будет покатить датчики ее сзади, но здесь все. И Ластильд, наверное, заберет все-таки себе Айеги с сканью сзади. С сканью сзади от JustFan Team. И понимает, что здесь нужно за Хантер убежать. Сейчас будут его искать. Зиусы его видят. И, ну, подспить-то его нечем. Бесларка здесь у Маджи. И будут сейчас агрессировать застать им. Заходить будут на Т2. Под даже Т2. У Сларка ТП. ТП есть. Все готово. Тут пуширует. Заставляет тяну туда Зиуса. И есть. Хорошо попадает на Клинкс. Отлично. Клинкс сейчас с Таверна отправится. Зерно. Но он... Найс. Что забыл там Клинкс соло? Пока непонятно для меня. Клинкс слился. 16 на 13 идут команды в Роме. Паган. На табло, скажем так. По Галде. С 500 лидирует JustMateam. По ХП больше 3000. Но сейчас графики еще чуть-чуть, мне кажется, упадут. Все же слили сейчас Клинкса. Тоже немаловажный герой. ТОП-3 занимает по общей ценности здесь. Также у нас Салисер. Он фармит у него стаффи в Визарде, а что он хочет уфармливать. А, здесь на панчу половили Зиуса. Ну и теперь соло Сларк может развалить спокойно. Скил все равно достается Фениксу. Но здесь на развороте будут, наверное, у Маджи наказывать. Теперь-то Сларк еще и спокойно может выфармить. Точнее, выфармливать свои айтемки 2000. Дотянут, мне кажется, до Лайта уже. Лайфстиллер. Ну, здесь в соло ветвей Андрейнджера. Почему она не убивает Лайна? А, фокус-фар откатился только секунд назад. Буквально несколько секунд назад. Кто забрал этого? А, это у нас Гуля. Сидит в этом парне. Боже, как было больно, когда этого парня еще нужно развалить. А он ходит под Родинцем и просто жестко всех разваливает. Ну, боже, как это горилла. Какой притос на ней. Всялый барин. Такс. Стоп. Я ведет там. А, так это... Это гре... Вол. Я думал, это вообще непонятно что. Я думал, это какая-то связка там. А это... Вот у нас, нифига себе. Так, немного посел на шмоточки. Сларк. Сларк фармит. У него уже что-то даже в Курьере есть. А что? Утимейтор. Он заказал себе, да? И у него слота не было. Сили Рейдж. А, это себе он супер... Супер Лотар купил. Тоже интересно. Тоже интересно. Айтем будет сбывать посевочки. Ну, хотя бы... Ну, хоть что-то, да? В доскаде ему слишком далеко фармить. Там еще нужно... Эээ... Пойнт бустер купить. И... Еще один ультимейтор. Еще обычный там... Орбов веном. Такс. Надо файтиться. Аегис-то забрали? Аегис забрали. Почему Джастонтем не агрессирует? Ластилера тем более, что... А, он здесь вообще лазит. 82 дэмэджа, мол. Ну, 400, зато ему спидал. Ну, это хорошо. 417 пропадает через 2 минуты. Так, слайдшоу не начинать. Ага, отлично. Такс. Просел у меня... Просел у меня комп. Надеюсь, комбэкнулись мы. Да, комбэкнулись, все отлично. Потеряли несколько кадров. Но сейчас все уже в порядке. Наверное, что она все-таки стоит немножечко... FPS понизить у меня на 40 FPS работает. Наверное, все-таки, да, надо немножко. Ну, все-таки пытаюсь, что графон еще вообще не был бы такой убитый прям. Все ждем партнерки от Twitch'а для MIM Studio, да. И тогда сможем нормально уже в хорошем качестве стримить. Нам бы даже вот не подписку самооформить, а просто... Чтобы качество было хорошее. То есть, нам вообще пофиг на подписку на самом-то деле. Просто, чтобы для наших зрителей качество было офигенное. Но, я смотрю еще и... Ну, у меня два экрана, понимаете. А вот и все. Я за свет, мол... Здесь файт был. Здесь сливают двух саппортов. А что делать сейчас? Вот это я не заметил. Но это изи. Это изи 2 кила. От часа, да? Там она волосили, забирает, другого в землю забивает. Вот и все. А байбеков нету, а смысл даже байбек делать? Ну, есть у Феникса, но без Раптора нету еще 15 секунд. Тут придется отдать это 2. Вот у Мачи все-таки не стоит делать таких ошибок. Иначе это может просто закончить у них плачевность. Сейчас 18 на 14, на 4 кила стоит у Мачи. Есть виндрейджер непобедимая с Огонимом. С моим штормом. И готовы выигрывать здесь 13-й Сларк. Отпушировал лайн. Вижена нету, поэтому боится и будет, наверное, отходить здесь. Да, все-таки нужно отойти, иначе... А нет, остается здесь, остается, все хорошо. Курьер. Юлы появляется у Сайленсера. Ну, пока начинает бить, ну и добьет, скорее всего, здесь ТП. Никто не собирается делать отжалство антим, хотя ТП есть у всех. Надали 5-й Садали, не спорю. Здесь на Т2 заходят, будут менять. А вот теперь готовы драться. Теперь Сларку нужно просто прийти на ТП, когда начнется Файт Иногда, я думаю, он сделает ТП. И покрепили, а вот дефать собираются, дефать там будут. И Джаста Атима, тканье, тоже не собирают. Здесь у нас Ларк. А Файт-то будет? А кому врываться, да? Там хотя бы есть Тайт Хантерс, Блиндаггер. А нет, Тайт Хантерс, Тайт Хантерс Блиндаггера. Он не собирается, кстати, его фармить, он начинает фармить Пайпу. Понимаю, да? Ну и все, ради Крытия, Джаста Атима отошли, Клинк заходит Лотар. А Вижен ли есть на Клинкза? Нету. Центричник. Центричники это стоят, конечно, но далеко. Далеко от Клинкза. Есть только Вижен по каналу из Тиллера, и вот он Кликс выбегает. Все. Здесь на Сарк Сарк вфармливает, 1900 Байбэк, но по сути есть. Что вообще по Байбэкам, Виндрендер, без Байбэка, вот если Виндрендер убивает, то это становится проблемой для Умаги. Таким, может, стоило ей оставить на Байбэк? А что она? Она ничего не покупала, у нее просто 1000 голды лежит на руке. Она и не фармит, потому что сейчас вот-вот будет файт. Под Рейджем, Лайвстерер, ну, все, забирайте, нужно отходить спокойно. Потому что там уже будет реведж, и Сарк здесь тоже в том числе. В то время, как здесь пуширует, начинает здесь пушировать Сарк Пайтгем, а я так понимаю, это против Вардов, да? Ну, здесь есть ТП, Зеус будет реагенсировать, но здесь почти 15-е, и Сарку не стоит, да, туда лезть. Но Сарк-14 у него, кстати, че, супер ШБ, но дело ТП. Все, нет, МТ-2 не стоит у парней из Умаги. А вот Just Ventim здесь более увереннее, у них еще два Т-1 не стоит. Они только снесли вот этот Тавр, и то это Сарк, да? Когда здесь байтили. Показали, мол, Сарку и пушируют. График 7500, экспорт что-то... Пока что не сильно повышается, это понижается, это повышается. Действительно, потому что, если посмотреть по XP, ну, в стиле 16-е, это страшно. Так, а кого подловили? Подловили у нас с кого? Вот, вот, забери этого парня, Клинкса. Отличный гейм от Минрэнджер. И просто разломало лицо скелетов. Здесь больше никого не ловят, и теперь Just Ventim должны отходить. Аегисы не заюзали, да, в итоге? Да. Но, опять же, мне кажется, команда не умеет просто пользоваться, может, Аегисом? Может, они забыли смысл Аегиса? Я просто не представляю. Почему? Что у Маджи забирали Аегис, что забирали Just Ventim, никто из команд не юзал его нормально. То есть, не пошел там, разменял. А они что-то пошли там, Аегис разменяли на Т2, к примеру. Ну, как-то такое. Вот, это очень приятно, да? Лучше его разменять, мне кажется, за месяц. Лучше два раза убить Гулю. Пусть и не попытаются еще, кстати, два раза убить этого Гулю. Из-за того, чтобы там Аегис разменять на Т2. Можно было спокойно пойти загрессировать Ластилеру. Дорошана, минута два, уже скоро она вы появится. Здесь Ластилер пошел разварить дезераптер, дезераптера никак не подсейвят. И это из-за килл, просто сам подставился, сам же отправился в таверну. Сейчас Кинг сюда прибежит, и можно заходить на рампу, потому что Т2 ни от дома не стоит. Это хорошо, потому что они зайдут на рампу, они смогут и этот забрать лейн, и этот. А мне кажется, для них, вот если заходят на эту рампу и покатится хорошо, то здесь могут спокойно забирать, без всяких проблем. Ластилер, ты на кого агрессирует? Агрессирует на Тайдхантера, здесь рейдж. На кого что идешь, парень, он хочет убить Феникса, говорят, зерно, наверное, важнее. Но здесь, да, здесь лучше отойти, прям за что, под Т4, и никто не с другими дагерами, кто не додумался, да. Но здесь на развороте Тайдхантера сразу же идет агрессировать, зачем ты идешь, а здесь слаг, потому что все, я понял. Ну, видят, отправляют Юл, детство скастовывается, Вин Рейнджер, сразу же накажут, 60 секунд в таверну, и просто зерно, все начинают разум бить, зерно слили, 40 секунд Тайдхантер, Тайдхантер на ло хп, и тоже в таверну отправляется, 30, ой, 3 персонажа, 4 персонажа в таверне, разменяли на одного Зюса из Just One Team, ну и попахивает пока что поражением для Умаги. А если у Матча сейчас проигрывать, есть Атик Шторм, ну и тут Лайфстиллер просто под Рейджом будет развалить диджрафтера последнего персонажа. Ну и все, развалили просто-напросто 30-ая минута, 24 на 16, nice game on Just One Team, и ребята просто бьют жестенько. Развалит первую сторону, пока что берем Т3, ну и на бараке тоже здесь зайдут. Казарный силы тьмы на центральной линии, разрушен. Нужно стягиваться на остальные лайны, здесь проблема, мне кажется, не составит для Лайфстиллера. Да, просто, это, да, боже, как он ломается. Клинг, склинг, сообщая, любитель пропушить, да, это минус 2 лайна. Разрушен. Ну, как минимум добивают этот барак, максимум еще и решаются, но здесь все, на просто дайки. Казани, садись, все уже герои из Умаги будут возрождаться. А как не дренчер слили, я не увидел, как ее обмороствую за секунду слили, что-то непонятно было. Как бы попытаться накопить себе вендра. Но это вряд ли, тебе уже не дадут накопить на нее. Хотя ты что-то голды, тебе еще остается буквально, ну, грубо говоря, 1000 голды. Ну, в принципе, в принципе, нафармить можно. Опять же, ребята из Умаги не реализовали свою задумку, да, под рейджем. Ну, если бы просто всех закончил, зерно там влетело, но его Клингс просто-напросто запрожал. Но первый скилл и при помощи еще властелера, они просто разломали это зерно. Проявляется Рошан и очередной заход на Рошана отшел с антим. Забирать второго Рошана. А теперь, я не знаю, Егер, наверное, все-таки властеллер. Хотя, я все-таки властеллер. Сейчас он ТП выложил, да. И уже сейчас уже вот все. Сейчас можно спокойно идти заканчивать, просто залезать на этот лейн и идти кушать. Сюда Сларк стягивается. ВКБ у него тоже есть. Там Сларк убили, нет, Сларк убили, там Тюбайб был. Отжас-напросто. Или даже все в Т4 просто размениваться. Кого нет, они нету Клингса, но он должен сейчас съедать два крипа и бежать, помогать своим мейтам. Сейчас посмотрим, будет ли это полная доминация отжас-напросто. Но сейчас уже графики, наверное, зашкаливают. Графики в 15 тысяч по Галде и в 7500 по ХП. Все-таки Вендра одна не смогла, не сможет вытащить. Ну и просто-напросто, вот, парочку тычек. Дизра, потому что Авернус, этих Шторм потрачен. Ну и все. Тайтхантер в Кекс. Все хорошо связали с грузкой, начинают бить по лицу. Сны Глобал ломает лицо пока Тайтхантеру. Ну, больше подлобить никого не могут. Иди, пока что ломай, просто Т4. Здесь есть скрипы, будут сейчас драться. Здесь Лайвстиллер, зерно. Ну и Лайвстиллер просто в столом, наверное, развалит это зерно. Нет, Кимбек тратится ли он? Кимбек вообще никуда просто влетел. Здесь на Лохо-П, Рэвач неплохо. Убили пока что девца одного. Лайвстиллер на развороте. Нет, не на развороте. Пока что сливает двоих из Just One Team. А почему здесь Лайвстиллер ушел с Айегисом, когда там двое из его команды, да? Просто-напросто пытались попайдиться. В итоге Клингс, но они что-то залетели. Ничего не получилось. Вроде говорят, атаковать Т3. Я просто смотрю сейчас по значкам. Нужно атаковать, серьезно. Если просто сносить их, почему бы и нет. Дизраптор у нас книжечки покупает. Нужно не подставляться таким саппортом из Умачи, потому что действительно он просто Лайвстиллер берет, обрывается на саппортов из Ума. И это очень больно. Это очень больно, очень прискорбно. Куча дэмэджа валивается. И Лайвстиллер это никак не могут законить, потому что там есть Мека Дэйдхантер, но это весь подсейк. Все. Возвратить, накинуть на Гримсе его не могут. Никак забашить не могут, потому что парень под Риджо просто развалил лицо Дизраптору и ушел на Блинкауте. Все, спокойно. До него проблем не составляет убить этого саппорта. Может, что-то все-таки стоит задуматься в Маджи, что нельзя так отдавать саппорта. Поехали убивать Клинца. Есть просветка. Ну, Блинки загулял, я киспорю. Еще Лайвстиллер будет разваливать, но здесь Санегер там БКБ заставляет вязать у нас Клиндрейнер 10 секунд. Санегер, ну, забежать, Алайвстиллер у нас с Крепом сейчас будет управлять. Вашнюю силу тьмы на центральной линии атакуют. А нет, он не сможет управлять. Или сможет. 19-то левел. Контроль, ну, вроде, это, вроде, может. Почему? Кому же сидит? Или ждет? Так, ну, Павершот ловит как раз-таки в это время, когда вылезает. Но все равно, как-то не очень подраться, опять же, отдали дезераптора. Теперь, just, вадим, какие-то ошибки. Ну, вот, у Маджи их ловят на ошибках, но все, поздно уже, камбэкчики, когда минус две стороны. Минус две стороны, но и не так, камбэкчили, я согласен. Ну, графики, графики-то зашкаливают, ребята. 15 тысяч, ну, ладно, спустились. Не, сейчас вот ровно 15 тысяч по XP. 5 тысячам спускаются. Ну, ребят, давайте даже, если посмотрим. Хотя здесь Винград может догонять. Догонят лайстилера. Лайстилер очень страшный. Здесь еще и с Агегисом нужно попытаться его еще убить два раза. Здесь еще Зювс на подсейве с прокастом своим жестким, да, с Сайленсером с Глобалом. То есть, куча подсейва. Если что, если надо, ему будет все спокойно. И слайстилер просто начинает разваливать этих крипов, очень больно. Еще и Кристаллис он хочет купить, а вместо чего вместо Агегису скоро. Поцепили у нас Зювса, и побольше ошибок нужно застынуть. Интересно, чем вы такое делаете? Здесь Соло врывается в лайстилер, а зачем? Тебя сейчас могут разносить, как тел-то. Они все живные. Начинать мансить. Мансить, я убили просто дезерактора, его потратить, у него все в тупу. Или рэвэйдж, рэвэйдж все сбудет, рэвэйдж будет топовый. Ну, какие секунды не хватает до рэвэджа, почему он не дал. Непонятно, лайстилер будет разваливать лицо. Индрэнчер, но здесь у нас зерно работает, салендеры еще должны убивать, но еду и повешивать на нас сварка. Здесь у нас погоня, погоня. Еще виндрэнчер на развороте хочет убить лайстилера, и просто на блинке уходит у нас. Лайстилер будет догонять ее, тоже есть блиндаггер, Зевс сделает байбэк, развалил лицо виндры, и лайстилер сейчас под рэджом хочет убить. А их такому, кстати, не сбили. Невероятный парень, да, скажем так. Ну, у нас Зевс после байбэка, что очень страшно, если его сейчас убьют. Но и Сарк здесь жив. Сарк жив, 4 400 голды он поднял, и просто лайстилер в соло идет разваливать. И будет все делать у него как рифов. Но здесь вот где-то силы тимы укрепляют свои строения у матча, и уже через 40 секунд бендра будет готова фахис. Но байбэк у нее есть, и просто так они не отдадут этот плейн. Я уверен, на 100%, бендра будет байбэк сейчас. 30 секунд. Нужно хотя бы развести. На эти два персонажа. Два персонажа очень страшно. Может хотя бы... Ага, Егиза в зал. Все, Егиз был вспоминен. Понятно. Егиз пропал. Как там быстро, нет? Показали. Грин, быстро прилетело серьезно. На это Егиз. Итак, у нас здесь Клинкс. Клинкс бьет крипов. Наконец-то я разродился. Парень, ему же все-таки стоит задуматься, потому что ребята разваливают. Зевс готов давать ульту, кстати. А он уже вносит нормально так-то дэмэдж. У него еще актеринкор, и теперь КД 67,5 секунд. Изратор ставит на вейт и говорит, мол, давайте подождем. Ну хорошо, давайте подождем. У нас по графикам 10к начинает опускаться по голде. По эксперт в 5000. Если посмотреть по общей ценности... Ой, ну здесь да. Ну здесь провал. Здесь серьезно провал. Как догонять по общей ценности? Тоже пока непонятно. Очень страшно это все. Ой, у Феникса 999. 9999. Ну с гемом он еще, кстати. Гопиш, Дизраптор. Какие-то лаги, наверное. Или кто-то по ФКшу на секунду. Ну и возвращаемся мы в игру. Недолго стояла пауза. Ну я так и думал. Ну и как же мне нравится этот вот интерфейс, который я поставил. Боже, он такой четенький. Прям Китай напоминает. Серьезно. Делать деревья. Просто nice. Прямо глаза вот так вот классно смотрится. Леон. Где он? Ой, пугает. Ой, пугает. Пугает. Хорошо здесь. Хорошо. Давай еще. А давай Миссани. Амиссани. Не хочешь? Жду ты нас кого. Жду ты нас лазера. И готовы убивать. Так, хоррэ. Все в порядке. Это у нас юс. Так. Ну если был бы рефрешер, можно было бы и рискануть. Можно было бы и, кстати, спокойно завязать. Кекс. А, вот что за ждали-то. Саленсер и кекс появляются. Ух, тышка. А вот это да. А вот это вот на несколько секунд будет вводить из строя одного из умаджи, что очень плохо, да? для этих парней. Так, поехали. Еп. Никого не хотят половить. Почему-то. Возвращают на гримсе никого. А, у нас здесь лайк-стиллер. Так-напросто. Демонсив. Клинкс. Бэкбэ. Бэкбэ. Начинают убивать эту виндрэнджер. Виндрэнджер. Ну, вухольдь. Девушка. Под виндраном. Ее, конечно, не разводить. Можно. А, начинают проказы. Тайфхантер. Ой-ой, куча демэджа. Еще и глобаллс. Сларк. Бэкбэ. Но если сейчас убивают, то убивают все. Здесь дезераптер развалилили. Виндрэнджер кто-то на 7 секунд-таверну. Бэкбэк есть. Клинкс. 60 секунд-таверни отправляется от имени Just2antim. Сайленсер. Сайленсер. Здесь что, лайк-стиллер? Лайк-стиллер будет убивать. Здесь бэкбэк есть от виндрэнджер. На развороте. Волт хорошо. Зерно дается. Бэкбэк. Тайфхантер. Рэбэдж есть. А, не рэбэджи нет. Рэбэдж кд. Жерно развалилили. Можно убить еще, по сути, Старка. Что-то дэнс у него нет. Ну и Старка, если убивают. Сейчас неплохой шейкл. Боже. Зюз умирает. Трон нужно бить или хотя бы хоть что-то под бендра. Нам нужно убегать и будут разванчивать этого одного. Лайк-стиллера. И крепость. Вот он лайк-стиллер. И вообще смогу спокойно убить. Наполнить и посадить. Сларк. Сейчас рэдик закончится на развороте. Боже, какие куски отрезали от этого Сларка. Но на баш его садить. Шейкл-шрот. Ну, не по дереву, не связывает. Убить никого не убивает. Ай-яй-яй-яй-яй. А, вот сейчас по файтере слог. Ну, сейчас Вайвеки были от Тайтхантера, от Виндрейнджера. Но с следующим заходом уже ребята будут выигрывать. Здесь вряд ли что-то смогут сделать у мальчика. Они отдэфились, конечно, но лишились одного. Они лишились оба Т4. Обеих Т4, скажем, да? Правильно будет изучать. И остались в этом с голым троном. У второго меньше половины хп. Ну и Салин-сердик бьет. Салин-сердик. Хекс. Ну, как-то быстро их разбивали. Там куча бэкабэшечек уже. Ну и вряд ли здесь у мальчика вытащат. Здесь будет очень сложно как-то... Сажу так, попробовать им вытащить. 15 тысяч. Держатся графики. А вот по XP начинают догонять. По XP, если по киллам посмотреть, он видит рейджер здесь лидирует. 13 на 6. 12 на 8. 9 на 2. Так, у нас Рошана, по-моему... Нет, Рошана нету. Под самоками когда-то собираются выдвигаться. А куда вы собираетесь у мальчика? В общем, покажите. Скадь, здесь Башер, Сларк. Какие же у тебя айтемки жесткие? Просто-напросто. Ну, Сларк вот он бы фармил лейт. А может смогут с голым троном-то? Мне кажется, уже здесь с голым троном ничего нет. А вот когда уже голый трон, то вот это вот проблема. А может стоит все-таки дать и этот туль? Потому что здесь, во вражеском лесу, просто-напросто Сларк спокойно гуляет. Выходит сейчас на Лиона. Был Вижн, скорее всего. Или нет? Был. Здесь просто заходит в Фейнл, кстати, что, отградится в Лиона. Есть тут еще Дезраптор. Ну, Лоха П, здесь Global Silence. Но, а смысл Лиона и так потеряет здесь? Дезраптор. Дезраптор на Лоха П уходит. Лох, может, как ты мажет этот Ульдзевса? Здесь просто трон пушится. И просто-напросто, как задефок, его, Клинк сбьет, но Клинкс убьет. Клинкс убьет, Клинкс убьет, и все куча-то верну, отправляется. И опять же, трон остается уже на 760 хп. Да. А все-таки стоило, наверное, туда вместе идти Лайфстилеру и Клинксу, тогда бы уже игра закончилась. Но тут уже безысходности JustMT. Мы идут, уже не хотят играть, же хотят получиться и желанное 5000. Ну, что поставить Салитарь, не уходи. Нужно поставить, подождать Рошанчик. Ну, что сейчас КДШ, это боже, что-то делать? Да, ребята. Есть Рошан, Вижен должен быть. Они видят, они видят то, что Рошан есть, и это должны понимать. И может, стоит пойти забрать его все-таки, отдать там какой-нибудь Салитарь, и ему будет полезнее. Тем более, что это третий Рошан, и так же будет сыр еще здесь. Почему не хотите забрать Рошан? А, потому что страшно, потому что все есть Т5 героев, у Маджи все Кор, есть все Саппаты. Да? Ну так, лучше просто-напросто отойти сейчас. Подождать Клинкса и завалить сутки все вместе. Кстати, Клинкс у нас главный кэрри. По сути, если Сарк считается как кэрри у Маджи, то он перефармит Клинкса спокойно. По общей ценности, по экспе, но здесь Леситилер больше всего, когда ставил соло лейн. Ну и в два тела будут убивать этого Рошана. Ну, здесь потихонечку откинуть первый скилл свой. Что-то вроде прилетело. Что-то не заметило, что летело в хуевре. Ну, да ладно. Все, добивают просто-напросто, дает ульт. Зевс светит всех, отнимает четверть хп у Дезераптора, да, вот проблема, и заставляет их просто идти регениться. И ребята в полном составе сейчас готовы идти и просто убивать Трон. Но сейчас после Байбека это будет очень страшно, если ребята умрут. Особенно Винд Рейнджер, особенно Трид Хантер. У Сларка Байбека нету. Он Хопперстон себе купил. Ну, видимо, решает то, что Хопперстон будет лучше, чем Байбек. Есть риф, риф от Лайфстилера. Сейчас Аегис ему нужно сбивать. Аегис сбили. Глобал Сайленс. Там разбансили пока Агин Дру. 100 секунд не будет. Уже 4 на 5 будут драться. Неприятно для Умаджи. Лайфстилер развалит 300 Дезераптора. Просто пару тычек. Здесь Сларк на развороте. Начинается ПВП Сларка и Лайфстилера. Зерно посажено. Ну а смысл? Два персонажа в таверне. Эклимс тоже отправляется в таверну. И это просто минус трон. ГГВП. Действительно. Новая музыка забирает у нас третью игру. Джаст Ван Тим. Поздравляем с победой. И сейчас никуда пусть не уходят. А мы с вами просвещаемся. Дорогие зрители Умаджи дрались как львы. Самые настоящие. Но белорусы были чуть-чуть посильнее. Ну что ж. Увидимся с вами в 2 часа ночи на бразильской доте. А сейчас пойдем разбираться с призовым фондом для Джаст Ван Тим. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok